Вархаммер Верментай 2 И что же мне хочется сказать Это все тот же Вархаммер Верментай Только лучше мать его за ногу Тут есть тонна разнообразного оружия Огромные карты 5 героев, каждый из которых имеет по 3 вариации Выбор билдов вообще под любую ситуацию И в общем ребят, блин игра классная Покупайте, играйте с друзьями Получайте удовольствие от игры А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте, сказал бы я вот так вот все вот это сейчас Если бы я был типичным обзорщиком Стима Но не тут то было Все-таки я пока не особо популярный Соответственно купить меня практически невозможно на данный момент А так как я непредвзятая скотина То следующее, что вы услышите Может очень сильно вдарить по ушам И по пятой точке особо чувствительных индивидуумов Поэтому сразу хочу попросить прощения За то, что я сейчас буду говорить Ибо от первого взгляда у меня остались Очень негативные эмоции Начнем с того, что Вархаммер Верментай Я знал уже давно И то, что вторая часть вышла уже приблизительно год назад Я тоже знал, но я не думал, что ее прям вот так вот сильно нахваливают Разумеется, так как мне нужно написать обзор Я должен был узнать немного об игре Посмотреть другие какие-нибудь видео Посмотреть обзоры в Стиме И понять вообще, о чем думают люди И в большинстве своем я сталкивался с такими обзорами Что вот и первая часть, и вторая часть Это вот... Все равно, что Life of a Dead Только вот, ну, скажем так, со своим Blackjack'ом И с Кавенами С Кавенами это местные крысы, которых вы убиваете И вот я в корне не согласен с этими людьми Потому что единственное, что есть от этой игры Это то, что и там, и там 4 человека играют Все На этом сходство заканчивается Да, согласен, у Верментай Есть очень хорошая классовая система Пятью героями, каждый в трех вариациях И в итоге можно одним и тем же героем Играть, ну, допустим, разными способами Есть огромное количество разнообразного оружия Которого вы можете использовать вообще на любом классе То есть оружие у вас фактически не привязывается к какому-то определенному персонажу А вы можете взять его, ну, на ком угодно С той лишь разницы, что, ну, некоторые перки просто не будут приспособлены Для какого-то определенного оружия Но, к сожалению, опять же, вернемся к вопросу сравнения с Life of a Dead Классовая система это не то, что делает игры великими Разнообразные классы герои есть в любой игре Вот абсолютно в любой игре Огромное количество оружия есть в любом лутер-шутере А я считаю Warhammer Vermintide 2 лутер-шутера по факту Потому что вы в основном делаете одно и то же ради того, чтобы получать лучший и лучший шмот Так вот, с геймплейной составляющей Верментide 2 просто невероятно уныл Я однажды делал стрим по Warframe Которым сказал, что это очень унылая игра Однообразная и так далее и тому подобное Так вот, беру свои слова назад Warframe по сравнению с Верментide 2 Просто божественная игра Ибо Верментide 2 это просто кликер Единственное, что вам нужно делать Это нажимать на левую клавишу мыши Изредка на правую, а еще реже на кнопку скилла И меня очень сильно удивляют люди, которые сравнивают эту игру с Life of Dead Потому что Life of Dead бесподобная в своем плане игра И плюс она была скиллозависима по факту То есть если вы собираете команду с людьми, которые вообще практически не умеют стрелять Ни хрена вы не пройдете В Life of Dead надо было уметь играть Уметь стрелять правильно Здесь же не нужно уметь ровным счетом ничего В основном все сражения сводятся к тому, что вы становитесь в каком-то проходе с командой И начинаете просто затыкивать противников разнообразным оружием Либо прижимаетесь к стенке и начинаете затыкивать разнообразным оружием Или просто все бегите толпой назад и затыкиваете всех, кто стоит перед вами Как я сказал, ребята, в самом начале Простите, кого задел Потому что, ну, это реально, это мое мнение относительно этой игры По поводу графики, ну, тут ничего как бы плохого особо сказать нельзя Графика, конечно, не идеальная Но при этом она достаточно сочная и выдержана в своей стилистике Большое количество крови, расчлененки Разумеется, расчлененка скриптовая Никаких разрезаний противников под любым углом, как в Metal Gear Solid Rising вы не увидите Но при этом для такой игры физика на достаточно хорошем уровне И лично я считаю, что по плюсам тут на самом деле все Вот графика, физика и классовая система Но самое главное, что должна давать такая игра, это огромное количество контента Вы постоянно должны сражаться для того, чтобы получать новое оружие И, соответственно, для того, чтобы вам не было скучно Игра должна предоставлять огромное количество локаций Как, к примеру, в каком-нибудь там Division, или Warframe, или там Borderlands Здесь же мы имеем чуть более десятка миссий Которых максимум хватает часа на 3-4, ну, а дальше проходить на разных уровнях сложности Единственное разнообразие, которое какое-то есть, это так называемый Twitch-мод Который создан для стримеров То есть он интегрирует специальный конфиг в чат твича И зрители могут выбирать дополнительные сложности Или, наоборот, упрощения для стримера и его команды Скажем так, это неплохая идея, интересная Но, опять же, она касается только в основном стримеров К обычному же пользователю она не имеет отношения ровным счетом никакого На самом деле, Warhammer Vermintide мне очень сильно напоминает Одну очень старую игру, которая называется Vindictus Такое название она началась в европейском регионе В оригинале же, в Корее, она называлась Mobinogi Heroes И вот эта игра как раз-таки в большей степени, чем какой-то там Left 4 Dead Похожа на Warhammer Vermintide С тем лишь отличием, что там у нас идет сражение от третьего лица Но это не делает игру хуже Разумеется, узнать, что такое Vindictus вы сможете сами Так как это все-таки не обзор Vindictus, поэтому я не собираюсь его рекламировать Просто тот, кто играл, увидит сходство Верментайда и Виндиктуса Вот только этот Виндиктус гораздо лучше Поэтому, ребят, еще раз прошу прощения, если вдруг кого-то оскорбил своим мнением относительно этой божественной игры Не люблю я идти на поводу у стимовских обзорщиков, которые вот хвалят все, что не по путе Согласен, иногда хвалят достаточно хорошие игры Но вот, к сожалению, Warhammer Vermintide 2 к этой категории игр не относится Так что, ребят, сильно не горите и все-таки подписывайтесь на канал, ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте, ребят, только в хорошие игры Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok